Три часа дня. В концертном зале имени Катса практически нет свободных мест. Судя по всему, эксперимент будет удачным. Такие дневные концерты – зарубежная практика. Теперь, надеется руководство филармонии, это станет нормой и для нашего города. Тем более, от вечерних концертов то, что будет происходить на сцене сейчас, несколько отличается. Тут много новаций. То, что на сцене не будет ведущего, потому что здесь очень неудобно, будет по трансляции объявляться. И что концерт небольшой, без антракта. И то, что цена у него комфортная, так скажем. И вот смотрите, сколько народу идет. Приятно даже. И так немножко волноваться начинаешь. Среди посетителей первого концерта, который называется «Популярная классика», 90% – это пенсионеры. Но есть, конечно, и молодежь, в основном студенты. 150 рублей – не жалко на посещение такого мероприятия. Хотя, что уж говорить, дело не только в цене билета. Скорее в том, что вечером попасть сюда практически невозможно. По крайней мере, пока. Почему пришли именно сейчас в три часа? Потому что мы пенсионеры. Это удобно, как вы думаете, вот такая форма о проведении концертов, чтобы это было очень удобно? Да, для тех, кто живет особенно на окраинах города Новосибирска, это очень удобно. Потому как вечером транспорт и плохо ходит, и неудобно. Очень красиво. Мы, правда, еще мало чего видели, но очень впечатляет. Ходила подруга моя на открытие. И очень хвалила. Вообще выступления, зал. Это так интересно, вы понимаете. Интересно все, что у нас в Новосибирске. Такая прелесть. Если эксперимент удастся, и на дневных концертах в течение сезона будет аншлаг, то в дальнейшем, возможно, появятся и полуденные часовые концерты для тех, кто вместо ланча или после него желает насытиться и пищей духовной, а именно классической музыкой. Продолжение следует...